Ну шо ребят, всем привет! Сегодня у нас порция Кримге от порвавшегося КВМ игрока, незаслуженно, конечно же, обитающего на платине, потому что единственная причина, почему он узник платины, это хреновые консольщики, ну и игроки на гумпадок с их анимассистами. А для начала хочу сказать и напомнить, что срачи по интересам это неотъемлемая часть любых сообществ, но сегодня консольщики и ПК-бояре, вы не должны забывать, что настоящий наш враг это мобильные геймеры. Война. Война никогда не меняется. 3 декабря 1994 года Sony выпустила PlayStation. Приставка справлялась с играми не хуже ПК, бросая вызов только окрепшему комьюнити ПК-бояр. В голову игроков закралась мысль, а что, если для комфортной игры достаточно всего лишь консолей? Это и стало отправной точкой начала войны. Да ну брось этот пафос, старичок! Никто вообще не воевал в начале нулевых. Каждая платформа варилась в своем мерке, люди просто играли в игры. За отсутствием широко распространенного интернета, сраться было не с кем. Ну не с Виталиком же сраться, которому папа с мамой купили компуктер вместо первой плойки. Тем более к нему потом еще после школы или вместо школы, можно было забуриться и поиграть, например, не знаю, в Silent Hill 2 или в тот же второй Postal. Все могло разрешиться с помощью компаний, производящих игры. Но они лишь подливали масло в огонь, зарабатывая на вечном противостоянии. Время шло своим чередом. Совершенствовались технологии, модифицировались контроллеры и мыши, появлялись мощные видеокарты и процессоры. И вроде бы уставшие и истощенные стороны конфликта примирились. Приставки забрали себе эксклюзивы, пока бояре онлайн-шутеры и киберспорт. Вот как раз уже в эти годы, когда инет добрался до масс игроков, рачи разгорелись. Появилась площадка, которая позволяла эти самые мнения выносить за пределы своего двора. Айтипедия вырос. Ну, как вырос? Надел ботиночки. Ну и запустил волну консоли с рачей. И в принципе, глупо говорить об эксклюзивах, так как эксклюзивные игры, ну, привычных пониманий, они есть и на ПК. Ровно как и соревновательные игры есть на консолях. Вся серия колды, как и Хейла, например, всю дорогу была намного актуальнее на соснолях, нежели на ПК. Перемирие нарушилось 26 сентября 2017 года, когда Epic Games отправила своих фанатов в непредсказуемую, кросспортформенную бойню на полях Фортнайта. Война вспыхнула с новой силой, не оставляя равнодушным никого. Но на мне лежит самое тяжелое бремя. Я должен разобрать конфликт на атомы и найти выигрывающего в этой войне. Ну, потише, потише, старичок. Я, конечно, все понимаю, надо нагнать жути, но я в Фортнайт играю с его релиза. И почти два года после. Открою тебе секрет, даже во времена, когда Айм Ассист в Фортнайте был ПВЕшным, то есть нажимая на прицел рядом с врагом, прицел прилипал к нему по ближайшей траектории, как в зомби-режиме, там, например, Колд Вар или Ван Гуард. Даже тогда, когда стройка была элементом игры, а не ее основой, игроки на консолях и игроки с геймпадами были в аутсайдерах. Потому что сама конфронтация КВМ и контроллеров, она была в новинку. Ник Мерк и Эйден первыми показали в Фортнайте, что геймпады это сила. Но с тех пор от Айм Ассиста в Фортнайте осталось лишь пень былого величия. И это несмотря на то, что большинство шкилы, особенно в Америке и Европе, играет на консолях. В киберспорте точно так же на сотню игроков в топе найдется лишь парочка упоротых на контроллерах. Потому что в Фортнайт, например, с его стройкой намного проще играть на КВМ, так как каждое действие можно назначить на отдельную клавишу, а не переключать режимы стройки и стрельбы туда и обратно. Давай сразу обговорим очевидное. Невозможно отбалансить кросспой так, чтобы одинаковые по скиллу игрок с мышью и игрок с контроллером имели равные шансы в бою друг против друга. Утопично это всего лишь по одной причине, а именно невозможность мгновенно указать нужную точку на экране с помощью геймпада. Потому что скорость разворота камеры на стике зависит от угла наклона. И очевидно, этот угол ограничен. Поэтому угловое расстояние, пройденное камерой, прямо пропорционально времени удержания стика. В свою очередь, скорость разворота камеры на мышке зависит исключительно от скорости перемещения этой самой мышки по ковру, столу или пивному пузу консольщика. Специально для консольщиков объясню понятнее. Короче, у тебя сосочек, который ты пальцем дергаешь, упирается в бортик. Поэтому ты прицелом вводишь со скоростью движения глаз бомжа, ищущего фонфурик на прилавке аптеки, и не можешь сразу на противника навестись. Именно по этой причине консольщики в FPS играх всегда отсасывали и отсасывают и пока бояр. Или нет? Так, 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 старичок, ну че началось-то? Мы тут, значит, сидим, пердим в монитор, никто никого не оскорблял и, блин, понеслось. Начнем с того, что сенсу можно, ну, типа, повысить, и тебе совсем не обязательно играть со средней или низкой. Это что касается и фортнайта, и варзоны, и апекса. Учитывая, что мы тут рассматриваем геймпады на примере апекса, открой секрет, почти все топ-контроллеры используют среднюю сенсу 5.4, или даже заниженную 4.3. А знаешь почему? Потому что главное — это позиционка, а не то, насколько быстро ты можешь трусить точкой по экрану. Главные навыки в онлайн-шутерах — это знание карты, позиционирование прицела и приаимы на точке выхода врага. Будь ты хоть трижды гением с инсой 20 на 16к DPI, ты вынужден сначала закрыться от урона и лишь после этого принимать решение контратаковать или разрывать дистанцию. Потому что даже в дуэльной ситуации один на один преимущество за тем, кто первым начал стрелять. Ну это если учесть, что уровень вашей игры, прелюс-минус там не знаю, одинаков. Ощущение равной игры для консольщиков разработчики кросспотформенных игр создали благодаря костылю под названием AIM Assist. Именно он позволяет геймпадерам попадать по врагам. Появился он как кристайлинг автоприцеливания, которое сохранилось в той же GTA по сей день. Видимо консольщикам до сих пор скилова и интересно играть в игры с сшитым аимхаком. Старичок, старичок. Ты ошибочно полагаешь, что основная аудитория консолей это люди, которые вообще нацелены с чем-то или кем-то соревноваться. GTA сделана такой, чтобы и клерк Джон, и менеджер Иван, придя после тяжелой трудовой смены, могли просто поиграть в игру, попердывая в диван под певалду. В частности GTA, как и множество других игр, сейчас сделаны так, чтобы дама с собачкой могла впервые видеоконтроллер пройти вторую ластуху или God of War. Так вот, аимасист в своих первых итерациях работал так. Эти пять цветных кругов и есть система помощи в прицеливании. Перекрестие же не центр экрана, а точка предполагаемого попадания. Два больших фиолетовых круга, то самое прилипание. Как только враг попадает в первый круг, перекрестие начинает двигаться медленнее, во втором замедляется еще сильнее. Затем идет темно-синий круг, зона магнетизма. Если выстрелить во врага, когда он в этой зоне, пуля примагнитится к хитбоксу противника. Причем даже этого консольщикам не хватает, и во избежание постоянного выброса подливы из их горизонтально расположенных тел, разработчики игр еще сильнее заигрывают с их ЧСВ. Capcom, например, в Resident Evil 4 реализовала систему, которая на ходу анализировала меткость игрока и соотношение его промахов и попаданий. На основе собранных данных менялся баланс, а противники чаще или реже подставлялись под лазерный прицел. При этом иллюзия исходной сложности сохранялась, а геймеры не чувствовали, что игра поддается. Так а какая разница, есть магнетизм пуль или нет его в сингл играх? Какая разница, как там работает АИМ в резике 2004 года? Если его можно было пройти без мышки только с одной клавиатуры. Порвавшиеся свидетели АИМ Ассиста почему-то думают, что все игры это соревнования, сетуя на сингл проекты, которые адаптируют под казуалов, чтобы расширить аудиторию игроков и как следствие больше заработать. Эпик геймс, инфинити вард и респаун преисполнились заветами великого Энгельса и решили строить коммунизм внутри своих игр. Поэтому в Fortnite, Warzone и Apex Legends игроки могут сражаться с противниками из других платформ. Если сражение между сани боем и иксбоксером в себе ничего интересного не несет, то понаблюдать за битвой джойстика с мышью занятно. Любой игрок, букмекер, аналитик или экстрасенс без труда предскажут победы мыши в честном бою. Но не забывай про АИМ Ассист, который разработчики ласково оставили консольщикам, по факту убрав из него только магнетизм пуль, оставив все зоны замедления прицела. Ну чел, я не могу понять постоянную отсылку к магнетизму пуль, если ни в одном из современных кроссплейных проектов его нет. А также, старичок, ты извини, но кроссплей это лучшее, что появилось в играх со времен появления интернета и игры по сети. Когда игрок больше не скован рамками своей платформы, Джон может поиграть с Иваном. Пускай первый играет со своей плойечки, а Иван, следуя заветам СНГ менталитета, покупает пусть не топ ВПК, зато выгодный за счет пиратства и стима с его региональным ценником. Именно кроссплей дал возможность играм не умирать за 2 месяца, как это произошло, например, с Блэкаутом или Фэрштормом. Да, будь они еще и бесплатными, тогда Апексу и Варзон в будущем было бы не сладко. Но там хотя бы игра могла бы найтись, а не как сейчас. Тут мне уже просто необходимо зайти в Апекс, дабы показать тебе все на примере. Как я уже сказал, Айм Асист перенесен в Апекс почти без изменений, прицел также замедляется возле игрока. Вроде не имбово, все еще хуже, чем мышь, но стоит немного поковыряться в настройках и эта херня превращается в легальный чит. А Айм Асист начинает отслеживать противника, что вкупе с небольшим контролем прицела пальцем и замедлением камеры превращает консольщиков в хитскан машину. Удивительно, да? А знаешь, что еще удивительнее? А то, что Айм Асист стречит цель в моменты, когда игрок в принципе не видит противника. Например, в дыму банги или в куче огненных гранат. Не имбово. Так, так, так. На этом моменте становится понятно, что автор видео просто просрался пачкой клише и мифов, касающихся игры на контроллере. Накануне, когда я делал видео с полным разбором Айм Асиста в Апексе, я, кстати, наткнулся на это забавное видео. Так что можете после просмотра посмотреть видосик, в котором мифы о дымах банги и Rotational Айм Асисте будут полностью или частично развеяны. Ну а насчет Rotational АА, а именно так называется элемент, о котором говорит чувак, при котором прицел двигается на эти самые короткие дистанции, говорить можно долго. Но я не думаю, что людям станет легче, если на устаревший геймпад добавят, например, возможность использовать гироскоп в играх, как это делают, например, игроки в мобильный папк. Сочетая при игре в него и игру с цифрового стика, используя Айм Асист, но еще и доводясь гироскопом. Но если в паблике ущемление гитеросексуальных игроков на мыши не так заметно, потому что попасться с геймпадером в вобе можно только если его приведет бисексуальный дружок на компе, то с просценой все сложнее. По правилам турниров, игроки вольны выбирать устройство ввода на свое усмотрение, поэтому на просцене активно используется и клава-мышь и геймпад. Но так как по комментариям рандомных челиков моего скилла не хватит даже на достойный обзор змейки на телефоне, кстати я повторю им свой ответ. Уважение, красава, просто. Обсуждать киберспорт я права не имею. Ну во-первых, у тебя видимо друзей нет, вот ты и бесишься. Во-вторых, в этот момент собственно все и стало ясно. Заложник платины или ну максимум даймонда, не видя собственных проблем, нашел отдушину. Нашел причину своих неудач. Ведь он-то ведь, ну он не может быть просто ЛСом, который раз за разом принимает неправильные решения. Это все враги извне, срут ему в карман. Чертовы владельцы многомиллиардных компаний в погонях за деньгами и увеличением аудитории создают условия, чтобы казуалы всех мастей могли играть не только сами, но и с друзьями, вне рамок платформы как ранее. Все, что я могу тебе сказать в этом моменте, старичок, если тебя даже на даймонде ебут контроллеры, проблема в тебе и в твоей игре. Вместо меня пару слов о нем обронит профессиональный киберспортсмен, игрок команды Major Pusher's, призер крупнейших турниров по Apex Legends и просто хороший человек Кирилл Костев. Кирилл, получилось ли, по твоему мнению, у респаунда балансить кроссплей в Apex? Равны ли средний игрок с клавомышью и средний игрок с контроллером в руках? Тут комментирую слова импульса, средний игрок на геймпаде это кто? Джон Подпивкович или, например, человек, который соло берет, ну, не знаю, даймонд? Если первое, то КВМ в этом моменте выигрывает просто по факту того, что для казуала КВМ управление интуитивно понятнее. Играть на геймпаде и целиться стиками нужно уметь и понимать, как это делать, иначе ты рискуешь быть легкой мишенью. Я уже не говорю о том, что Джон Подпивкович обычно играет на дефолтном геймпаде, в корявой раскладке, из-за чего он и двигается плохо, ровно как и стреляет хреново. Они двигаются очень круто, очень быстро, когда очень много играют те же Кнокт, Снайкдаун, Найсвик в пример, но при этом у них есть еще аймассист. Вот. Аймассист это штука, которая делает как раз-таки неравные. Хотя, если убрать аймассист, наверное, контроллеры будут очень слабыми. Хотя, опять же, не уверен. Не знаю, не играл на контроллере, только видел, как работает аймассист. Заметьте, не в пример автору видео, импульс достаточно корректно говорит об игроках на контроллере, приводя в пример своих коллег. Я согласен с его мнением о том, что на высоком уровне игры, когда механические навыки упираются в определенный этот мясной барьер, когда вы достигли пика, механического предела, а аймассист создает дополнительные возможности. Но даже несмотря на это, в Апексе КВМ превалирует над контроллерами на просцене, из-за того, что игра скорее промакро. И главное в ней это передвижение по карте и понимание игрового процесса. Я заметил, что на просцене, особенно в американском регионе, некоторые киберспортсмены предпочитают юзать контроллер вместо клавомыши. Ответь, пожалуйста, почему это происходит и как это сказывается на среднем скилле про игроков. Там играют на так называемом гибриде, это означает, что лутаются они, к примеру, на мышке с клавой, а после этого берут контроллер и стреляют с контроллера. Хорошо стреляют, но немножечко по макро не дотягивают до тех же европейцев. Так, я конечно спорить с импульсом насчет просцены не буду, так как не слежу за Апексом, но вот насчет гибридного управления, то тут все просто. В Апексе зачастую у каждой команды есть своя локация, там нет контеста, а так как лутаться на КВМ удобнее, почему бы это не использовать? Опять же я разбирал это в своем видео про АИМ Ассист. Апекс не запрещает использовать оба устройства ввода, как например в Warzone, и некоторые игроки это используют. Ну и говоря об американских игроках, нужно помнить о корнях. Консольная Хейла и Колда оставила свой отпечаток. Это люди, которые с детства играют на консолях и управляют в игре геймпадом. Это устройство для них так же привычно, как для русского Ивана Клавомышь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди играют на том, что им удобно. Имба АИМ Ассист или нет, решай сам. Ну а что касается меня, то за все время проведенное здесь я понял только одно. Я на войне. А война никогда не меняется. Подводя итог, мужичок, ты конечно шиз. Ты просрался видосом про АИМ Ассист, который срывает покровы. Но даже не удосужился четко обозначить свое мнение по вопросу. Ты вкинул глупые и недальновидные теки о кроссплее. Показал, что даже в теории не понимаешь, как работает АИМ Ассист. А гость твою видео рассказал по факту, что в принципе все неоднозначно. На геймпаде нужно долго и упорно тренироваться, чтобы достичь высот. И достигают их в основном те, кто всю жизнь играет на контроллере. А АИМ Ассиста, ну или нет, это уже вопрос того, что запрещено и что разрешено. Ну вот, например, выходя раз на раз за гаражи и закладывая одну руку за пояс, не стоит удивляться, почему тебя извалял в грязи тот, кто орудует двумя ковырялками. Логика моя в том, что время изменилось. Я 20 лет играл на КВМ, и у меня всегда неплохо получалось. Но видя современные тенденции и то, как разработчик пытается обработать все большую аудиторию, становится понятно, что АИМ Ассист это еще не самое страшное. А давать фору, играя без него в игры, которые изначально создавались с учетом его использования, попросту глупо. Подводя итог, ребят, играйте на чем умеете и на чем нравится. Средние игроки на КВМ и геймпадах это почти неотличимые друг от друга создания. Которые проигрывают зачастую не из-за плохого АИМа, а из-за непонимания основ геймплея, создавая себе заранее невыгодные ситуации.